Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Стройка в разгаре. Как ведутся работы на перекрестке Московского шоссе и проспекта Кирова. Качество работы оценит студенческий переулок отремонтировали на 20 миллионов. Отдых, доступный для всех. Инвалиды проинспектировали пляж, оборудованный для маломобильных граждан. Охота на лиц без жертв. Самарские спортсмены стали лучшими на международных соревнованиях радиопеленгаторов. Границы между летом и осенью православные отмечают Петров день. Почти половина тоннелей на развязке проспекта Кирова и Московского шоссе готова. Строительство идет по графику, не останавливается даже ночью. После реконструкции Московское шоссе будет не узнать. Оно станет шире, появятся велодорожки, полосы для общественного транспорта и две многоуровневые развязки. Ход строительства той, что на проспекте Кирова оценила Валерия Макарова. Еще несколько лет назад появление в Самаре многоуровневой развязки казалось чем-то из разряда фантастики. И вот сегодня мечты обретают реальные очертания из бетона и арматуры. Полностью завершены две из четырех секций тоннеля. Сейчас строители активно работают над Северной румпой. В понедельник-вторник будет перекрываться свод, ну или потолок по-простому, этого тоннеля. Вот на него уйдет 1200 кубов бетона. Он будет подаваться непрерывно. Ну, ориентировочно это тратится 12-14 часов. Сейчас объект готов почти на 25%. К августу эта цифра увеличится до 40. Здесь ежедневно работают вторые сотни человек и столько же единиц техники. Чуть больше, чем через год. Эта современная двухуровневая развязка сможет пропускать 50 тысяч машин в сутки. Строители обещают закончить все работы до конца 2017-го. За полгода до начала чемпионата. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Новый сквер появится в Самаре на Новосадовой. Его оборудуют в рамках комплексного ремонта улицы. Здесь установят лавочки, беседки, высадят деревья и кустарники. О том, что должно появиться в парке, советуются с жителями. Как и когда преобразится Новосадовая, расскажет Алина Чемерес. Из одного парка в другой будут попадать жители, переходя улицу Новосадовая. На участке, который разделяет проезжую часть, уже сняли грунт, выложили плитку, нанесли разметку. Здесь еще работает спецтехника. Каким будет новый сквер, уже можно представить. Пешеходные зоны, велосипедные дорожки и места, где будут установлены декоративные архитектурные композиции, почти готовы. В новом парке уже установлены два вот таких кольца. Возможно, будет и третий. В центре внимания самарцев конкретно вот эта декоративная конструкция. Что будет внутри нее, сейчас решают на сайте путем интернет-голосования. Клумба, беседка, мостик для влюбленных или декоративная альпийская горка. Сейчас лидирует последняя. Парк на Новосадовой подобен тому, что на Маломосковской. Его площадь вместе с газонами и тротуарами около 70 тысяч квадратных метров. Сквер протянется от третьей просеки до заправки около Самарского университета. Уже в этом году здесь появится порядка трех тысяч кустарников. Также планируют высадить около 600 деревьев, березы, клёны, туи. Чтобы жители могли наслаждаться отдыхом в новом парке, установят порядка 60 лавочек. К территории, которую предстоит превратить в живописное место для прогулок, подрядчики относятся бережно. Все максимально сохранили, сделали автополив. Половину где-то автополива сделали. Закладные под освещение. И сейчас идем от улицы третья просека в эту сторону. Делаем подготовку под посадку газона. Было несколько выходов, как с министром, с подрядчиками проходили. Что-то проявили, корректировали, как считаем, более лучше. С людьми, которые здесь гуляют, так же совещались, общались, что хотят больше увидеть. Есть замечания, отрабатывают, меняют в рабочем порядке все. Новый сквер благоустраивают в рамках капитального ремонта улицы Новосадовая. Одновременно обновляют дорожное полотно, устанавливают освещение, оборудуют парковки. Также ремонтируют улицы Дублеры. Комплексные обновления Новосадовые начали в прошлом году. Закончить планируют в следующем. На это направили более миллиарда рублей. Благоустройство сквера стартовало в мае, завершится к зиме. Жители уже радуются обновлением. Когда было раньше, никакого сравнения. Сейчас, посмотрите, даже сейчас уже красиво выглядит все. Я думаю, когда все это застроят, все сделают, вообще будет обалденно красиво. Как будет называться новый сквер, пока не решили. Возможно, вариант предложат жители. Алина Чемерис, Ангелина Капустянская, Дмитрий Мешканцов. События. Ленинский район Самары постепенно превращается в европейский уголок. Медленно, но верно преобразуются улицы. К примеру, студенческий переулок. На его капитальный ремонт ушел почти год. Качество работы вместе с проверочной комиссией оценила и съемочная группа телеканала «Самаргиз». Сантиметр за сантиметром специалист городского дорожного хозяйства Антон Кухарин проходит студенческий переулок вдоль и поперек с прибором «Курвиметр». Оценивает объем выполненных работ строителями. На протяжении длительного спуска сделали порядка 30-35 метров пандус. Это обязательно для устройства, чтобы тактильная плитка также дополнительно устанавливалась. И делались пандусы для маломобильных групп граждан. Все соответствует по норме, проверялись. Студенческий переулок от улицы Галактеновской до Волжского проспекта отремонтировали капитально. Из областного бюджета потратили 21 миллион рублей. Установили дорожные знаки, в три слоя закатали асфальт на проезжей части, нанесли разметку. Здесь же и на тротуарах поменяли бордюры, пешеходку выложили тротуарной плиткой. Разбили газон и отремонтировали ливневую канализацию. Проведенными лабораторными испытаниями и с учетом надзора проводимого за объектом, а также с учетом мнения общественности, определено, что объект в приемке подлежит. Принимают дороги в эксплуатацию и народный контроль. Местные жители, районные депутаты, представители общественной палаты. По поручению губернатора Николая Меркушкина. Пока новой дорогой проверяющая комиссия осталась довольна. До этого здесь совсем была неказистая дорога и пешеходного тротуара практически не было. Скапливался снег и были лужи. Но сегодня мы видим, что здесь, несмотря на ночной дождь, чисто и сухо. Надеемся, что следующие улицы, которые стоят в плане на этот год, будут выполнены так же качественно. Сейчас работы начались на Льва Толстого от вокзала до набережной Волги. Одну из старейших улиц Самары тоже ждет комплексное преобразование. Город неузнаваемый. Ремонтируются и дома, и фасады. Особенно центральная часть города, вокруг площади Куйбышева, ну, просто как будто в другой город приезжаешь. Жители тоже помогают. Сами стараются свои газончики содержать в порядке. И покраску осуществляют. Так что общими усилиями, я думаю, мы к 2018 году заблестим. Красивый будет город. График ремонта самарских дорог соблюдается неукоснительно. Половина контрактов уже выполнена. Работы ведутся в каждом районе на проблемных улицах. Например, в Октябрьском районе привели в порядок революционную Солдатова, Потапова, Тихвинскую. Пока особых, скажем, тревог не вызывают у нас на сегодняшний день, потому что как бы подрядчики вменяемые, с опытом работы, с мощным производственным потенциалом. Я думаю, справятся. Ремонтом улиц в Самаре занимаются пять строительных компаний. Обещают, что ровные и качественные дороги, в том числе и во дворах, появятся в городе к середине сентября. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Гости остались довольны. Доступные Самарского пляжа на Некрасовском спуске оценили участники автопробега города Поволжье. Это члены Всероссийского общества инвалидов из Москвы. На протяжении двух недель они проделают путь от столицы через Пензу, Самару, Тольятти, Ульяновск, Казани, Нижний Новгород. Главная задача участников автопробега – оценить доступность мест общего пользования для маломобильных граждан. Чем делегацию удивили в Самаре, расскажет Павел Боймаков. Объехали полстраны, но такого, говорят участники автопробега, еще не видели. Ольга Абукова много лет передвигается с помощью костылей, но всю жизнь, говорит женщина, обожала плавать. Вот только получалось это в последнее время лишь в бассейне. О купании в реке на свежем воздухе только мечтала. Первый раз видим такой доступный пляж. Мы в восторге. Мы завидуем по-доброму, завидуем, как правильно сказать, самарчанам, да? Самарчанам, инвалидам, которые могут попасть вот и поплавать в Волге, насладиться. Здорово, здорово у вас. Продумано все здорово. Мечта стала реальностью благодаря специальному креслу для купания маломобильных граждан. Пока это экспериментальная импортная модель здесь в единственном экземпляре. Кроме того, есть и специальные плавательные матрасы. С их помощью купание также становится более доступным. Но работает весь этот механизм, конечно же, благодаря человеку. На протяжении всего дня с 10 утра до 8 вечера людям помогают волонтеры. Мы пересаживаем людей с инвалидного кресла на коляску, которая может спускаться по воде. И предоставляем шезлонги, чтобы отдыхающие приходили и могли, ну, было больше удобств для них. Хочется помогать людям общаться с ними. Кроме того, на специально оборудованной площадке есть раздевалка, душ и туалет. А спуск к пляжу оборудован специальным пандусом, который участники автопробега также опробовали. Ну, вот такие объекты, как мы сегодня, вот посмотрели пляж. Это очень важно для нас знать и видеть, поскольку такой опыт, он должен быть перенят другими регионами. Данный пляж, он нас, так сказать, потряс, поскольку это реально, а сделано по всем международным стандартам. И очень приятно, что такой вот объект имеется в Самаре. Пляжей для маломобильных граждан в России немного. В администрации Самары скурпулезно подошли к его благоустройству. С момента открытия 25 июня все замечания и пожелания будут вносить в специальную тетрадь. В планах также оборудовать и другие спуски. А участникам автопробега предстоит объехать еще несколько городов и оценить их успехи. Павел Баймаков, Екатерина Шишмарова, Станислав Левин. События. В разгар лета готовится к холодам. Подготовка к отопительному сезону в Самаре идет по графику. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании укладываются в установленные сроки. Завершен ремонт большого участка теплотрассы на проспекте Карла Маркса. От нее зависит теплоснабжение центральных районов, которые получают тепло от привокзальной котельной. Хотя из-за перекладки труб пока некоторые жители испытывают неудобства из-за отсутствия горячей воды. Крайний срок для завершения ремонта, а значит и отключения ресурсов, 10 сентября. К этому же времени подрядчики должны восстановить и разрытые во время ремонта дороги и тротуары. Чтобы у нас 10 сентября не было ни одного отключения, кроме которое будет сопряжено с технологическим, либо с каким-нибудь порывом. Все плановые работы в виде опрессовок и все остальное должно быть завершено. Повышенная влажность на перекрестках улиц Тухачевского и Партизанской сегодня в железнодорожном районе по графику банный день для остановок и тротуаров. Трижды в месяц бригады рабочих делают влажную уборку. Марианна Мирная не смогла упустить возможность освежиться в такую жару. В 30-ти градусную жару очень приятно оказаться под водопадом в Самаре. Под импровизированный душ можно попасть практически где угодно, например, на остановке общественного транспорта. Дорожный пылесос мгновенно загребает мусор и не оставляет после себя ни пылинки. Остановки общественного транспорта моют каждые 7 дней дороги через день. Чистой водой смывают пыль, грязь и мелкий мусор. Ну вот в КамАЗ выходит 8 кубов воды на метр татуара. То есть основной 1 литр выходит воды у нас. Вот считать, 8 тысяч квадратных метров примерно. Ну это практически на все остановки. У нас их 10-3 остановки, по-моему, практически. Почти хватает на все остановки. Ну это больше, где-где грязнее, когда больше, особенно после дождей. На мыло бывает несколько много, бывает больше под воды. Ресурсов для содержания города в чистоте хватает. В МП благоустройство в день на работу выходит 363 человека и 176 единиц техники. При уборке подходим комплексно. То есть задействована здесь и малогабаритная техника, и техника, которая содержит проезжую часть. Все это, создавая технология, смывается, сметается в приладковую часть. А дальше проходит пылесос по приладковой части. И весь этот мусор, который смели, подмели, собирает пылесос. Предприятие благоустройства работает в две смены. Первая с 8 утра и до 17 вечера. В это время убирают мусор, стригут газоны, обрезают ветки и вырубают поросль. Ночью техники выходит в два раза больше, чтобы не мешать жителям. Утром улицы уже выглядят опрятными. Техники хватает с лихвой. В 2015 году были закуплены новые машины. И теперь спецтехники ОМП благоустройства на 20% больше. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Количество ДТП в Самаре снизилось. Эти данные озвучили на совещании в городском управлении МВД. В нем принял участие и глава Самара Олег Фурсов. Обсуждали итоги работы за первое полугодие 2016 года. Лучших инспекторов ГИБДД отметили грамотами и памятными сувенирами за добросовестный труд на благо города. Затронули вопросы, связанные с проведением Чемпионата мира по футболу, реализацией программы «Безопасный город». По мнению Олега Фурсова, воплотить все намеченные проекты в жизнь можно только общими усилиями. Первая задача, конечно же, связана с тем, чтобы уменьшить количество смертей на дорогах города и людей, которые получают травмы. И здесь только совместная работа наша с вами может влиять на снижение того уровня правонарушений, которое происходит в нашем городе. Каждый в ответе за судьбу города, каждый может на нее повлиять. В области реализуется проект «Войди в команду губернатора». Люди, готовые поддержать начинание, и проекты руководителей области могут объединиться и стать одной командой. Как это сделать и зачем, расскажет Марина Матвейшина. В зале Дворца ветеранов торжественно и волнительно. Самым выдающимся жителям Советского района вручают медали Куйбышу в запасная столица. Награжденные с гордостью и горечью вспоминают былые времена, а также с удачей то времени нынешним, особенно о событиях последних четырех лет. Видим, как у нас город преобразуется. Значит, ледовые дворцы у нас, что их не было. У нас за всю жизнь в Самару у нас был только один дворец спорта. «Войди в команду губернатора» проект с таким названием реализуется в Самарской области. Люди, готовые поддержать начинание руководителя региона, объединяются и решают различные социально значимые вопросы сообща. «Это не ограничивается никакой территорией. Кто решил, допустим, поддержать проекты губернатора в какой-то мере, ну хотя бы рассказать соседу. Вот я читал, я видел тот, а тот. Уже хорошо. Если человек увидел себя в перспективе инициатором каких-то новых свершений, еще лучше». Войдя в команду губернатора, житель может уже от его имени доносить людям об изменениях в области, а в перспективе участвовать в вопросах управления своим микрорайоном. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. По народным поверьям, сегодня природа начинает готовиться к осени. Это время на Руси называли границей года. В селах было принято пировать и славить солнце. В христианской традиции это Петров день. Сегодня верующие чествуют апостолов Петра и Павла. Этим праздником завершается пост, начавшийся в конце июня. На торжествах в Петропавловской церкви, где в этот день отмечают 20-летие детского православного центра, побывала Алина Чемерес. Это утро. Верующие начинают с литургии, затем отправляются в крестный ход вокруг Петропавловского храма. В народе Петров день считался границей года. Природа начинала после лета готовиться к осени. На Руси же этот праздник принято было отмечать славе солнца, как небесное светило, которое дарит жизнь. Крестьяне пировали, пели и плясали во славу солнышко. В престольный праздник Петропавловской церкви юбилей отмечает детский православный центр Отечества. Ему исполнилось 20 лет. Фотостудия, флористика, рукоделие, шахматы сегодня в кружках занимаются более 500 человек. Также работает молодежный клуб по направлениям кино, туризм и спорт. Я свою внучку вожу. Во-первых, ей очень нравится заниматься танцами. По месту жительства тоже немаловажный фактор. И вообще нравится, как отношения здесь с детьми. Мои дети здесь входят в группу дневного пребывания, то есть это наподобие вот детского сада. Потом занимаются хором, занимаются танцами, шахматами, лепка, мультипликация. Вообще желают посещать те кружки, которые здесь есть. Им очень нравится. Сегодня епархиальные центры работают по всей Самарской области. Их свыше полусотни. Более 12 тысяч детей бесплатно занимаются изучением языков, кулинарии и декоративно-прикладным творчеством. Вероисповедание ребенка не имеет значения. Центры как раз призваны пробудить в детях веры, отношения к родителям, к ближним. И на основе этой веры любить друг друга. Помимо основ веры им дают и кружковые занятия, и хоровое пение, и творческие различные направления. То есть они в полной мере в этих центрах развиваются. Самой трогательной на празднике стала церемония отправления в небо разноцветных воздушных шаров. В каждом из них желание детей, которые ждут их исполнения. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Евгения Кондольская, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре на физкультурной присносе здания, на экскаватор, в котором находился рабочий, упала колонна. 43-летний рабочий погиб на месте. Чтобы вытащить мужчину из кабины спасателем, пришлось раздробить цемент у бетонной опоры, снять ее с машины и срезать крышу. Сейчас следователи начали доследственную проверку и назначили судебно-медицинское исследование. 60-летняя женщина погибла в Сызрани, пытаясь сойти с поезда. По данным следствия, пассажиры сходили с поезда после его отправления со станции. Несколько человек спрыгнули благополучно. Пожилая женщина, выпрыгнув из вагона, упала и получила травму головы. Поеволжское следственное управление на транспорте проводит проверку. Самаре пьяная компания утопила в Волге машину. Хозяин Нивы катал своих приятелей по воде вдоль пляжа в районе НФС. Но в одном месте пляжа под водой есть обрыв, в который и угодила Нива. Люди, находившиеся в машине, выплыли, но вытащить автомобиль не смогли. Он ушел на дно. Самарские охотники на лис были признаны лучшими. В норвежском Осло завершилось юношеское первенство среди радиопеленгаторов. Ведь лисы – это в данном случае не совсем то, о чем вы подумали. О спорте, который вошел в моду еще в начале прошлого века, а теперь вновь в тренде, расскажет Марианна Мирная. Паша Першиц – талантливый охотник на лис. При этом ни одно животное от его ружья не пострадало. Потому как и ружья у него нет, да и лисами еще с 20-х годов называют армейские радиопеленгаторы. Тогда же в Великобритании и появился такой вид спорта, как охота на лис. В СССР он прижился только в 60-х. Сегодня в России у него немного поклонников, но те, что есть, профессионалы мирового класса. Павел Першиц и его команда привезли в Самару победу. На юношеском первенстве в столице Норвегии – Осло. Они набрали больше всех очков и прошли дистанции за кратчайшее время. Победы – не повод останавливаться на достигнутом, поэтому тренировки у ребят продолжаются. Тем более, что столкнувшись со сложностями, нужна дополнительная подготовка. В Норвежских лесах очень много болот, камней, очень сложно бегать, очень много гор, разный рельеф. Бежишь, дышишь свежим воздухом и получаешь полезный опыт – не спорт, а удовольствие. В охоту на лис мальчика несколько лет назад привел отец. Сыном-победителем гордится, но, конечно, по-отечески переживает, ведь спорт связан с травматизмом. В Норвегии последний раз был, залез, говорит, в колючки, хотел сократить путь, залез в колючки, в крапиву, ободрался, все щипет, прибежал, говорит, весь красный, по локоть в крови. Ну, ничего, бегает нормально, нравится, ничего этого не боится. Тренер команды Алексей Абрамов почти 30 лет воспитывает новые поколения радиопеленгистов. Сам начинал, когда аппаратура весила десятки килограммов, и тащить ее приходилось вдвоем. Одно дело, я вот эту штучку прячу, я ее закопал в листья, и все, это рядом повесил, там, кипят, для отметки. Вот, тут надо двух человек спрятать, с кучей техники. Ну, это кто как, кто под маскировочную сетку, кто под листву, кто как мог, чтобы лишний раз не демаскировать. Паша Першец в юношеских соревнованиях принимал участие в последний раз. Ему 16, а значит, дальше его ждет уже профессиональный спорт, где конкуренция высока. Поэтому все лето он планирует провести в тренировках, чтобы попасть во взрослую сборную. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Новости спорта в эфире, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Виктория Хазеева из Тольятти – самая юная участница чемпионата России по мини-гольфу. Ей всего 10 лет, но она уже играет на равных со взрослыми спортсменами. По итогам турнира Виктория вошла в первую десятку гольфистов страны. Начиналось все в первом классе. Подружка Тамара Романишина позвала Викторию поиграть в гольф. Теперь они соперницы на каждой лунке из 18 дорожек. Не исключение и прошедший национальный чемпионат. У меня сначала было хорошо, но потом вчера было холодно, и из-за этого игра не очень шла. Но здесь главное – спокойствие и не нервничать. У меня очень много медалей есть. Там и золотые, и серебряные, и бронзовые. Тренер Владислав Сукоников, восходящий звездой Самарского, может быть и российского мини-гольфа, доволен. Рассказывает, редко когда найдешь прирожденного гольфиста, как Виктория Хазеева. На тренировках ведет себя спокойно. Это нужно в мини-гольфе для хорошей игры. На чемпионате России сейчас выступила, заняла 10-е место. Это хороший результат для нее. Она еще только начинает. Я думаю, что в России не будет равных. Это Виктория Хазеева. Чемпионат страны по мини-гольфу в Самаре собрал 17 сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин. Именно они претендовали на призовые места. Фаворитами до сих пор считалась Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Валюту российского гольфа, начиная с этого турнира, попала и Самара. Благодаря развитой спортивной инфраструктуре и восходящим звездам. В неофициальном командном зачете сборная 63-го региона заняла второе место, пропустив вперед себя только столичных гольфистов. Это не удивляет, потому что Самара сейчас уже в отношении мини-гольфа однозначно стала одним из ведущих регионов страны. Здесь появилось по-настоящему хорошее поле. Сейчас, насколько я знаю, в Самаре заканчивается строиться еще одно, другого класса, но тоже удовлетворяющий всем международным стандартам. Более того, именно когда у нас появляется в каком-то регионе хорошее поле или поля, буквально через год уже ребята, которые в этом регионе занимаются, начинают показывать результаты. На выход в финал чемпионат России претендовали шесть гольфистов мужчин и четыре женщины. Судьбу первого места среди дам решил всего лишь один удар. Победила Юлия Корытина из Петербурга. Мужчины финал играли дважды. В результате чемпион страны – москвич Евгений Сливко. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok